В Волгограде состоялся открытый региональный форум прокуратуры, посвященный теме борьбы с коррупцией. В значимом мероприятии, организованном областным надзорным ведомством, приняли участие представители общественных объединений, политических партий, законодательной и исполнительной власти, а также полиции и следственного управления. Подробности в нашем сюжете. Кто-то назвал коррупцию раковой опухолью государства, и если ей не противодействовать, то она может разрушить саму государственность в принципе. Поэтому тема второго открытого форума прокуратуры Волгоградской области «Борьба с коррупцией. Проблема взаимодействия и пути их решения» объединила всех, кто так или иначе сталкивается с этой проблемой и способствует ее искоренению. Форум проводится в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, и связан он с подписанием Конвенции ООН о противодействии коррупции. Нами поставлена задача на сегодняшнем мероприятии довести до граждан, до общественности через средства массовой информации сведения о нашей работе, о том, какие меры принимаются органами прокуратуры, правоохранительными органами, органами государственной власти в борьбе с этим негативным явлением. Надеемся на то, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс активному взаимодействию общественности и органов власти. Федеральные законы, принятые несколько лет назад о противодействии коррупции, сегодня работают и применяются. Так, общественность стала узнавать, какие доходы имеют чиновники разного уровня и члены их семей, какие наказания предусмотрены за дачу взятки и ее получения. Во многих структурах работают телефоны доверия, куда можно сообщить о мздоимстве. Это один из элементов диалога с гражданским обществом. Мы хотим здесь в свободной форме обсудить те проблемы, которые есть у нас на территории городской области, высказаться, что-то записать, что-то взять на контроль и властным структурам, и правоохранителям, и каким-то образом двинуться вперед. Начиная с 2016 года на территории региона обозначилось снижение преступления коррупционной направленности. Если в прошлом году направлено в суд 236 дел, то за 9 месяцев этого года, 135, почти в два раза снизилось присуждение штрафов за взяточничество. А опрос бизнеса общества, проведенный торгово-промышленной палатой, стал лишним подтверждением истины. Антикоррупционная работа приносит свои плоды и в предпринимательской сфере. Только 20% предпринимателей никогда не сталкивались в своей деятельности с проявлением коррупции. С 18% до 13% снизилось число тех, кто находится под постоянным коррупционным весом. Но одновременно возросло число тех, кто сталкивается с коррупцией иногда. На вопрос, изменился ли уровень коррупции за последний год, так же, как и в прошлом опросе, участники проекта не пришли к единому мнению. Большинство предпринимателей, 36%, считают, что уровень коррупции не изменился. Подобные опросы также помогают в борьбе с коррупционным злом и открывают определенные срезы общественного мнения. Реальная же картина эффективности борьбы с коррупцией может складываться из доверия, которое испытывают простые граждане к власти. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34. Продолжение следует...